До забега на Высоцке осталось совсем немного, а у меня уже колени хрустят. Ну ладно, это не отменяет того, что сегодня нужно провести тренировку, чтобы точно добраться на 52 этажа. Для того, чтобы уметь правильно подниматься, нужно сначала делать хорошую разминку. Сегодня вы показываете тренировку для обычных людей. Да, это занятие для самого простого человека, не профессионала. Самые простые упражнения. А я стесняюсь спросить, а тогда для профессионалов это что? А эти упражнения держатся в секрете. Пошли с нами, пошли! Вы бегаете тоже на Высоцке? Участвовали в забеге? Да, ежегодно. Сейчас был перерыв на пандемию, до этого мы каждый год принимали участие в этом забеге, безусловно. Важно сохранить именно хорошее здоровое дыхание до конца дистанции, иначе ноги вроде бы сильные, а дыхания может не хватить. Над дыханием надо уделять очень большое внимание на самом деле. Для тех, кто сильно устал, не обязательно скакать по лестницам. Можно делать шаги с выпадами. А что? В ритме и быстро. Оп, вперед убежала. Ладно, главные секреты подъема я записала. Осталось изучить теорию, ну а практика и так подтянется. Ну ждите меня на крыше Высоцкого. Продолжение следует...